В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Леся Харлина. Главная тема сегодня. Неужели отпустят? Тысячи подписей собраны с просьбой наказать живодёров, взорвавших кота. Хотел насолить, зачем пьяный рязанец заминировал свой завод. Вечная слава героям в родной школе вспоминали своего выпускника Андрея Фирсова. Самым резонансным преступлением минувшей недели стала расправа над котом. Петиция с требованием наказать рязанских живодёров за одни только сутки собрала 10 тысяч подписей. Вопиющий случай уже прокомментировал известный дрессировщик Юрий Куклачёв. А началось с того, что кто-то случайно рядом с мусорными баками нашёл системный блок компьютера, как выяснилось, рабочий. Материал, хранившийся на жёстком диске, шокирует жестокостью. Трое молодых людей под ехидные смешки жестоко убивают кота и снимают всё это на видео. Парни связали коту лапу скотчем и привязали к животу мощную петарду. Затем один из парней поджёг фитиль. Животное погибло. Третий участник расправы снял всё происходящее на видеокамеру. Предположительно, расправа над котом произошла в Рязанской области. Это было давно очень. 12 лет приблизительно, может быть больше. А где это вообще происходило? Где ты был в Майланде? В Рязанской области, села Выжгард. История оказалась такой давней, что ни один из троих подозреваемых так и не вспомнил деталей. С тех пор послужной список задержанных заметно расширился. Двое успели отсидеть в тюрьме по 9 лет. Совершили серию нападений на таксистов, одно из которых закончилось убийством. Трое не судимый? Да. А по статье? 162-2. Приятелям взорвавшим кота 38, 29 и 28 лет. Несколько поздно говорить о недостатке нравственного образования и отсутствии должного воспитания, комментируют их поступок возмущённые блогеры. Несмотря на то, что срок давности давно прошёл, животное погибло в 2005 году, общественники требуют наказать живодёров по всей строгости закона. Как правило, большинство лжетеррористов – школьники или студенты, желающие привлечь внимание к своей персоне или прогулять уроки. А вот от 42-летнего рабочего завода такого поступка не ожидал никто. Мужчина анонимно позвонил в дежурную часть и сообщил о минировании предприятия на окраине Рязани. В считанные минуты полицейские установили личность телефонного террориста. Им оказался 42-летний рабочий этого завода. А злоумышленника быстро разыскали. Он у себя с приятелями употреблял спиртное. Выяснилось, что рязанец, употребив алкогольные напитки, своим звонком хотел насолить одному из коллег по предприятию. Употребляй спиртные напитки сколько? Две, десять. Нет, больше, наверное. Две, десять. Пока злоумышленник насолил больше себе в отношении хулигана, возбудили уголовное дело. После выходных в честь 23 февраля и наступающего 8 марта нельзя обойти стороной рынок некоторых товаров. Серый ввоз тех же смартфонов, которые многие дарят себе и любимым, снижает доходность ритейлеров и увеличивает риски покупателей. Сейчас под серым импортом можно понимать и продажи через интернет. Это нормальный и даже выгодный процесс для покупателей. Зачастую электроника, купленная на таких площадках, обходится дешевле, чем в обычной российской рознице, даже с учетом доставки. Проблема кроется в другом. Данный товар изначально не предназначен для российского рынка. Часть функций может не работать, ряд технологий не поддерживается, а гарантийный ремонт точно не предусмотрен. Примерно с таким перечнем претензий в общество защиты прав потребителей на днях обратился молодой человек. Его телефон вышел из строя, но вместо положенного гарантийного ремонта покупатель получил неприятное техническое заключение. Товар выпущен для Арабских Эмиратов. Туда и ступать, и качать свои права. Многие, кто приобретает подобные товары, порой не знают, что выдача гарантийного талона на каком-то куске бумаги, то есть нефирменный гарантийный талон, может в том числе свидетельствовать о том, что у вас в руке контрабандный товар, или тот товар, который был неоднократно отремонтирован. Российские аналитики хоть и сходятся во мнении, что серый импорт смартфонов значительно снизился из-за падения курса рубля по отношению к доллару и евро, а терять бдительность все же нельзя. Скупой платит дважды. Пять с половиной килограммов за неделю. Неплохой улов наркополицейских, учитывая, что подозреваемых всего трое. В одном из сел Шадского района сотрудники наркоконтроля задержали 49-летнего местного жителя. При обследовании дома, где он жил, была обнаружена большая коробка с марихуаной массой 2 килограмма 720 граммов. Как выяснилось, наркотик мужчина изготовил из конопли, которую сам же вырастил из заказанных с помощью сети интернет, семян. Парник, оснащенный отоплением, он устроил около своего дома. Все, что ты хранишь, это только для себя. Это для себя. Я не отдал первого слова. А вот 18-летний наркопотребитель из Скопина по старинке хранил свои взрослые игрушки под кроватью. В ходе осмотра оперативники изъяли больше полутора килограммов марихуаны. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по фактам незаконного приобретения и хранения наркотиков в крупном размере. А это до 10 лет лишения свободы. Третьим фигурантом оперативных сводок стал 21-летний неработающий рязанец. Его с пакетом марихуаны в руках задержали прямо на улице. По данному факту проводится проверка. Идеология российского и европейского законодательства предполагает, что целью наказания преступника является не расправа, а исправление и предотвращение новых правонарушений. То есть, если суд устанавливает, что дальнейшее исправление сидельца возможно без изоляции от общества, тот может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Редкий арестант не мечтает выйти на свободу раньше срока. Однако в последнее время судебная статистика разбивала многих надежды. Суды весьма неохотно отмеривали досрочную свободу. В ноябре прошлого года постановлением Пленума Верховного Суда были внесены важные изменения, направленные на гуманизацию наказания. По законодательству Российской Федерации на досрочное освобождение может претендовать практически каждый осужденный, а вот в тонкостях и исключениях давайте разбираться вместе с прокурором. Почему характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также его тяжести последствия не могут являться основанием для отказа в УДО? Данные критерии уже судами были учтены в соответствии с требованиями ст. 73, 80 и 93 ГК Федерации при назначении срока наказания. Поскольку до настоящего момента некоторые суды ссылались, что осужденный у него тяжкое преступление совершил при тех или иных обстоятельствах, и это все закладывалось в постановлении, которым отказывалось в условном досрочном освобождении. Что учитывается при условном досрочном освобождении? Конкретные обстоятельства, то есть тяжесть, характер каждого нарушения за весь период отбывания наказания, нужно принимать во внимание прежде всего данные о снятии и погашении этих взысканий, время прошедшего с момента последнего взыскания, также последующее поведение. При этом суд не вправе высказывать суждение о незаконности или необоснованности наложенного взыскания или поощрения, что способствует условно-досрочному освобождению. Наличие возмещения ущерба полностью или частично, которое было причинено преступлением, поскольку это одно из основных условий было. Но вместе с тем у нас в исправительных колониях не каждый осужденный может даже за весь период своего срока наказания заработать ту или иную сумму денег, которая полностью покроет убыток или моральный вред. Но в связи с этим по остановлению пленума были внесены корректировки предыдущие, и это говорится, что не является основанием к отказу в условном досрочном освобождении. Суды обязаны извещать осужденного, его представителей и прокурора о времени, дате и месте рассмотрения ходатайства АБУДО за 14 дней. Есть ли исключение при условно-досрочном освобождении? Лицо, заболевшее после совершения преступления, иной тяжелой болезнью, помимо психического, прежде всего, расстройства, может быть также освобождено от отбывания наказания. В этом случае определяющее значение имеет наличие осужденного тяжкого заболевания, которое предусмотрено постановлением правительства номер 54, где указан конкретный перечень болезней, подпадающих под ту или иную категорию, в которой может быть освобождено лицо. Сегодня суд оценит прежде всего медицинское заключение. Кроме того, из постановления Пленума 20 декабря 2011 года, номер 21, о практике применения судами законодательства об исполнении приговора, был исключен пункт, касающий освобождения осужденного от наказания в связи с болезнью. Теперь при вынесении УДО смотреть будут уже не на статью, по которой осудили человека, а на самого человека. Не знаю, мечтают ли современные мальчишки о подвигах и кого они считают своими кумирами и героями, но им следует знать о тех, кто заслужил право вписать свое имя в современную историю. Когда вся страна празднует День защитников Отечества, как не вспомнить молодых ребят, которые пожертвовали своей жизнью ради сохранения чужой? Например, Андрею Фирсову было всего 22. В мае 2007-го молодого лейтенанта милиции Андрея Фирсова награждают медалью за службу на Северном Кавказе. Еще через две недели медалью за ратную доблесть, в июле нагрудным знаком, в августе медалью маршала Советского Союза Жукова, в сентябре медалью участника контртеррористических операций. Он как будто торопился оставить добрые воспоминания о своем имени. Следующую награду через полгода получит уже мама. Орден мужества посмертно. Андрей Фирсов был одним из тех курсантов, которые имеют такое качество запоминаться надолго, навсегда, даже можно сказать. Сергей Рыбазанов воспитал много курсантов, которые достойно несут службу практически во всех силовых структурах. Но таких, как Андрей, честно признается, единицы. О нем говорили с большим сердцем и светлой душой. Андрей был из тех курсантов, которые не могли делать что-то плохо. Что бы то ни было, что учеба, что повседневная служба, что спорт, он всегда делал с душой и выкладывался весь. Сегодня Константин Рожков исполняет обязанности начальника дознания Спасского отдела МВД России. Пресекает бытовую преступность. В 2010-м он был одним из тех курсантов, которые предложили открыть мемориальную доску на фасаде школы, где учился Андрей Фирсов. С курсантами приняли решение о том, что нам необходимо почтить память нашего выпускника, нашего университета Андрея Фирсова, который погиб при выполнении своих профессиональных обязанностей на Северном Кавказе. Мероприятие было непростым. Родители героя не могли скрыть волнение и слезы. Я хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался на этом травмном митинге. Поблагодарить всех ребят, которые внесли свой вклад, чтобы сделать вот эту травмную доску моему бою. Спасибо вам, ребят. Низкий вам поклон. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Такова краткая официальная версия. Очевидцы расскажут, что их автомобиль был расстрелян в республике Ингушетия при следовании на задание. Раненый водитель сумел доставить своих пассажиров в больницу, но двоих спасти так и не удалось. Ежемесячно, я бы даже сказал, бывают такие ситуации, где приходится, не жалея ни свое личное время, ни средства, ни здоровья, выполнять профессиональный долг в таких ситуациях, в которых бы, я думаю, простые люди бы не смогли повести себя правильно. Практически каждый день это риск для жизни, потому что были и теракты, частые в отношении сотрудников, которые проходили там командировку. Если быть точными, с начала лета 2007 года в республике Ингушетия было зафиксировано более 40 терактов и нападений на военнослужащих и сотрудников. Если бы я был на месте тех бойцов, которые были в таких опасных командировках, я бы в письмах не писал вот всей правды о том, что там творится своим родителям. Возможно, друзьям писал бы, но родителям ни в коем случае, семья нет, семья не должна знать. Андрей мечтал стать настоящим опером, посвятить свою жизнь борьбе с преступностью. Был лучшим в ВУЗе и выбрал непростой путь. Сегодня каждый ученик его родной 35-й школы знает историю своего выпускника, а курсанты и офицерский состав университета МВД не устают проводить уроки мужества и интересные встречи с детьми, чтобы не забывали. Как раз выступали учителя, было сказано, ну, достаточно много лестных слов в адрес Андрея объективных, потому что он был и на самом деле хорошим спортсменом и учился им хорошо. По физической готовности его к таким вот экстремальным ситуациям я понял, что он был готов полностью. О службе в рядах полиции курсант Алексей Кобяков знает не понаслышке. Отец носит форму больше 23 лет. Все детство. Еще бегал в отцовской фуражке и знал, что когда вырасту, я пойду работать в то же время в милиции. Бывало так, что ночью звонок отцу, и отец встает и уезжает. Я все это видел, все знал, ну и поэтому я знал, на что иду. Глядя на современную молодежь, невольно задаешься вопросом, много ли среди них отважных защитников Отечества и понимают ли они истинное значение слова «герой». Я искренне надеюсь, что когда вот наступит момент все-таки, то они все сделают как надо. Они будут как нормальные люди, как нормальные мужчины. Они оденутся, возьмут оружие и будут защищать. Мне хочется поздравить с прошедшим Днем Защитников Отечества всех, кто знает, какой ценой достаются награды. Это были главные темы недели. Удачи и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин